всех приветствую на тему рыбалки пока мысли никаких нет о чем рассказать а посему все не решил снять ролик который анонсировал давно я хотел рассказать подробнее как собственно говоря сейчас в такси можно работать и зарабатывать я преднамеренно не делал громкого названия своего ролика типа как надо зарабатывать такси потому что собственно говоря широко делиться этим мыслям меня желание нет то есть попросил один из подписчиков рассказать я рассказываю для тех кто из моих подписчиков вдруг работать таксистом но как минимум одного я знаю это сказать мой подарок вам ну либо кто случайность таксистов увидит ну виде бонуса небольшого и так о чем пойдет речь речь пойдет о работе по таксометру хотя по закону в принципе мы все должны работать по таксометру но это мало кто делает скажу так если вы работаете по заказам да еще машины казенные вам по большому счету по бою пробеги ремонт и прочее то продолжайте работать по заказам если их хватает и не парьтесь да в ролике будет проскакивать мат уж извините роли для таксистов не буду конечно материться как сапожник но для красного словца и но раз будет проскакивать и так даже в этом случае свои работы по заказам и в общем-то все вас устраивает то работа по счетчику свою денежку вашу копилочку внесет и поверьте мне если попадет вам а бонус поэтому счетчику то бонус может попасться очень хороший все цены про которые я буду сейчас рассказывать касается москвы как-то в ролике говорил что не надо думать что все москвичи жируют основная масса живет в общем-то не очень богато пользуется общественным транспортом но полно и богатых приезжие как наши так и импортные если кто-то там других крупных городах да то вот этот вот порог ценовой до который люди способны переварить это уже как говорится экспериментальным путем придется решать каждому и так что по поводу счетчика у меня их два основной называется таксометр для всех какие достоинства этого прибора во первых есть статистика поездок сохраняется и собственно говоря показания счетчика можно менять то есть если например я посадил кого-то на гоп-стоп и выскочила сумма там меньше чем заплатился к меньше чем выскочила по счетчику я могу вести реальную сумму какая была то есть но вот я веду свою статистику грубо говоря до посадок не знаю зачем но вот виду недостаток это счетчик какой если какие-то проблемы с интернетом то он считает меньше чем должно быть и второй счетчик я его скачал не так давно называется он и ст там вроде как статистики нет не ведется но этот прибор делает свое дело даже ежели например по какой-то причине вы решили во время поездки даже перезагрузить свой планшет и ежели проблемы с интернетом то он по джипересу все равно продолжает считать точно итак ежели вы работаете по заказам да ну не всегда бывает такое что заказа заказ я вот когда работал по заказам да я езжу все время с шашками когда я брал машину в аренду я обговорил желтый цвет гроб на крыше и так далее то есть весь расчет на то что народ привык что узбеки на желтых машинах возят за долю малую и народ как мухи на говно на желтый цвет клюют они не ожидают подвох и желтая машина видать издалека так вот даже когда работал по заказам освободился заказов нет я выезжал на на любой перекресток более-менее оживленные где ходят люди и стоял ждал или заказа или когда кто-то подойдет ко мне куда-то ехать сейчас я заказами подвязал работаю исключительно по счетчику в принципе ну даже с учетом того что сейчас август последние две недели вообще можно сказать жопный но осталось чуть-чуть потерпеть и думаю осенью работ пойдет что касаемо тарифов я не буду каждый раз там говорить что там столько-то рублей за километр или столько-то рублей за минуту да вот кстати по поводу вот этого счетчика который для всех когда будете выставлять тарифы то ставить надо или то есть либо километры либо минуты если ставишь и километры и минуты то он считает только минут надо иметь ввиду так вот самый маленький тариф который у меня есть на данный момент и по которому я уже стрелять никого не возил это грубо говоря 30 на 20 до 30 рублей километр либо 20 рублей минут по этому счетчику ездят все платят все бабульки дедульки и прочее следующий счетчик у меня 45 на 30 стоит вот я сейчас выехал из дому с живой на окраине москвы стал нас тут вот остановка недалеко сейчас постою какое-то время и поеду в центр вот если подходят люди здесь то я сажаю поэтому счетчику когда начинает уносить весь мозг а сколько бьет я просто объявляю тариф что 45 рублей километра либо 30 рублей минут поэтому счетчик платят всем кто-то говорит что довольно дорого но платят все далее центр пока возил 75 на 45 либо наоборот зависит от того пробки есть или нет платили все кто-то платит спасибо и пошел кто-то бухтит но платят все за все время было только два раза когда заплатили меньше и проблема начинаются с тарифа это если сажать на гоп-стоп да то есть без объявы 95 на 95 либо 95 километров 95 рублей минут здесь еще бабы бухтят на платят мужики как повезет тут решать вам до либо сажать на гоп-стоп кто-то заплатит кто-то заплатит меньше но поверьте сумма это все равно выскочит гораздо больше чем вы поедете там по своему ёбаному заказу это что касаемо посадок на гоп-стоп а теперь момент когда к вам машину падает жирный гусяра причем еще три недели назад я бы ни в коем случае не сажал по тарифам по которым стал сажать таких людей в последнее время который никому не подумал что они заплатят я уже рассказывал у меня висит на лобовике на козырьке тариф сейчас я покажу в каких случаях я открываю козырек ежели в центре человек падает молча ничего не спрашиваю про тарифы усаживаем человек и потом показываем тариф еще раз повторюсь такие люди едут и платят что никогда мне подумал но если человек выскочил что делать во первых если он собирается выскакивать то можно собственно спросить на сколько рассчитываешь но подмечено что если человек выскакивает то договориться с ним бывает очень тяжело где того жирного гуся искать ну что касаемо москвы да какие-то торговые центры гостиницы кто-то катается по центру я сам порой бывает особенно когда пробки лезу в самую жопу потому что люди вызывают дешевый такси а дешевый такси приехать не может и еще ежели к вам жирный гусяра упал грубо говоря вы едете на заказ клешня человек падает молча показывайте козырек если человек едет ребят снимайте заказ здесь такая возможность я например что делал если такая ситуация я звоню заказчику рассказываю байки про то что я забыл дома права еще что-нибудь снимите пожалуйста заказ все человек снимает я еду зарабатывать свой рубль еще что касаемо вот этого тарифа да у кого-то может возникнуть мысль что старый дурень сидит зала пачку пиздуна когда мне лет 12 назад люди говорили чего занимаетесь хуни работать по счетчику расскажешь они едут от маяковки до пушкинской от театра перета до маяковки за пять тысяч я тоже думал что ребята грубо говоря пиздят пока сам не стал работать по счетчику поверьте мне если человек действительно серьезный с баблом какие бы цифры он не увидел на этом самом козырьке в разумных пределах конечно никуда он не выскочит особенно с бабой он никогда не покажет свою слабость по приезду когда люди начинают возмущаться что дорого в том случае с вы сажаете на гоп-стоп ну первое что я делал это рассказывала закон о такси что у нас нет единых тарифов и согласно закону такси цену устанавливает перевозчик в данном случае я как частный предприниматель а вторую часть естественно таком случае я не рассказываю а вторая часть гласит что пассажир должен быть предупрежден о тарифе заранее то есть если вот я сажаю по козырьку и человек начинает возмущаться по приезду я открываю козырек говорю вот тарифы вот прибор пожалуйста сверяй у меня все по что на козырьке что на таксометре потому что есть у меня товарищи хитрые у которых написано или объет и километра и минуты и вот в таком случае с я еду по козырьку я объясняю что пассажир должен быть предупрежден заранее вас предупредил предупредил будьте добры расплатиться и когда я сажал на гоп-стоп первое время ездил каждый разговор грубо говоря проворачивал в уме понимаешь что люди будут возмущаться то сейчас уже настолько этом привык что я сажаю еду и особо не парюсь либо человек платит либо начинает возмущаться там уже набор отмазок он уже вылетает придумать можно все что угодно да как-то одни ботаников посадил приезжаем они когда начали охуевать от цены долго им объяснял они не хотели понимать ягу частное такси бла 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 то все последний аргумент был такой я бы вы знаете вы сели ничего не спросив обычно так садятся люди которые не испытывают материальных проблем это был последний удар блять контрольный в голову контрольный износил не в голову я бы сказал мужик сказал мы не испытываем никаких материальных проблем а я свинял деньги пошел то есть здесь может быть язык подвешен может быть лысая седая башка и возраст влияют как-то я не знаю ну вот еще раз говорю лично у меня проблемы начинаются если я сажаю на губ стоп тариф 95 рублей километр либо 95 рублей минут и что касаемо людей до порой такие люди садятся и платят что просто охуеваешь в начале лета стоял на тверской приходит бабулька лет 70 но не в платочки но такая бабка и бабка ничего особенно я обычно бабулек не глушу тут она приходит негать на пресненский вал а потом домой петровки 17 я как чувствовал включая 45 на 75 трогаемся я еще думаю сейчас бабки как по приезду кстати пока не забыл счетчик включаем тут же убираем нахуй включаем навигатор либо гасим планшет чтобы человек не видел что там бежит и второй момент козырек открыли если вы по козыреку сажаете человек прочитал едем закрываете нахуй этот козырек чтобы он дорогой в пробках блять ненароком не посчитал примерно сколько он будет стоить так вот думаю сейчас открою счетчик и бабуля охуей доехали до пресненского вала бабулька оказалась веселая такая матершиница приезжаем там какой-то бетховен магазин для этих домашних животных я говорю вы идите а я пока найду где припарковаться на как я вас потом найду я буду машина желтая блять гроб на крыше она давит я ебнутый я могу не найти его я проконтролирую короче минут через здесь выходит бабулька и как раз начало июня собянин своей плиткой тут перекопал нахуй есть центр что-то мы за собянина потом за абрамовича смотрю бабка непростая знает и про того и про того какие-то вещи личного плана про тусовки богатые знает в общем приезжаем тут я бабку убивать на повал how much открываешь счетчик там две пятьсот с копейками бабка поглядела на счетчик я поняла две семьсот спасибо удачного дня вот вам и бабулька и был у меня где-то в то же время может быть в мае суббота или воскресенье была сейчас не помню работы нет ни хера я тогда еще был подключен такси везет я сейчас включу подключен уже давно заказов не брал где-то часов шесть вечера наверно стою опять же на тверской зарядил бомжей на север ну такси везет я называю бомжами уехал строгино там за 500 рублей и пристал возле метро строгино выставил бомжей долгопрудные химки север-северо-восток и стою думаю за долю малую домой простоял я что-то часов на на начале до пол девятого потом думал постою до 9 какую-то игрушку играл и поеду домой без счета 9 какой-то мужичок мутненький блять вид чуть лучше бомжатского влюблено говорит поедем ну для москвичей надо объяснять не надо строгино и влюблено да это 40 верст через всю москву ягу доедем и чтобы отъебался его блять рубля полтора на бошадь бубен почесал мы поехали трогаемся мне будет коктейльчик купить дорогой него не вопрос на маршал жулку на остановились у магнолии я с ним пошел чтобы он там с пьяный глаз не потерялся не душу был пьяный но выпьем же купил он какой-то там хучь блять еще главное вижу какие-то мятые 150 рублей достает за туда за тот хуй за расплатиться и так сомнение заплатит или нет ну потом сели что-то дорогой там у него этот хундай ай-35 блять то есть все вроде не совсем бомжара на люблинке горит можно у вас стрельнуть сигаретку за отдельную плату ягода кури там и так нахуячит нормального мнения за отдельную плату короче приезжаем открывая прибор там без половины он откуда-то тут же достать петерик я ему две сдачи ягу хватит или еще насыпать не задумался бубен почесал а все было заебись и пошел вот вам трех нежданными годами поэтому ребят еще раз да вот вот этот порог ценовой это уже все сами я вам рассказал московские дела ежели человек падает где-то в центре города вашего да там я не беру мелкие города да там более-менее крупные и все-таки там бизнес какой-то крутится может быть какие-то приезжие есть вот я же человек блять но не совсем бомжара да пьянь какая-то падать ничего не спросим смело открывайте блять козырек я так начал работать это месяц назад по козырьку но уже наверно поездок 12 может 15 было но пока самая большая была пять шестьсот с чем-то а 30 карт он до фрунинска ехали мы 31 33 минут что мужик дал 6 но это опять же последние две недели только один раз козырнул это на короткую опять же там стоял у цума пришел какой-то паренек блять шортах я бы ему три недели назад жизнь мне показал бы блять тут он присел я что этот показал козырек блять а ехать ему на большую грузинскую район белорусской он ну поехали приезжаем сколько открывай счетчик для две с половиной большое спасибо пошел я хуя ну вот как-то так сейчас давайте немножко по этим счетчиком пробежим сейчас я покажу как что там работает уж как устанавливают тарифы ребята разбирайтесь сами да не буду делать подробную инструкцию итак таксу это для всех статистика вот с 1 апреля 167 тысяч без малого проехал тысячи километров функции две полезные вот можно убить свою сумму я же например счете какой-то включили на то вам сейчас я покажу редактировать тариф ну вот они мои тарифы ну по гоп-стоп еще ездить не приходилось итак приходит человек едем едем садиться плюх ну либо показываем тариф либо много в стоп поехали убираем ну вот мы николь на гора все счетчик пошел считать что на козырьке три насчетчики приехали завершить окей и вот еще полезных ежели была вот такая пробная поездка вот эту поездку можно удалить и статистика остается самый ширина есть честно далее следующий таксометр вот он есть ты тут немножко по-другому моя информация настройка таксометра ну вот я им редко пользуюсь ну вот например выбрали да николь на гора то есть садится человечек включаем таксометр таксометр пошел считать и и тут очень смешная фенечка ну вот как-то вкратце как работать как зарабатывать чего знал рассказал может быть что-то забыл уж извините но вот я лично работаю вот так жду осень жду пробок жду жены гусей на сегодня все всем пока тумба диди тумба Субтитры подогнал «Симон»